Без теплого душа, без домашней еды, приготовленной на плите. Жители нескольких домов на проспекте Гая неделю живут без газа. Перекрыли трубу в воскресенье, 24 марта. Это было неизбежно, так как ранее снежная глыба упала с крыши и повредила коммуникации. Газовики тут же, конечно, приехали, потому что это все-таки газ. Газ перекрыли, но ничего не делали. В воскресенье, выходной день. Несмотря на то, что такая ситуация сейчас. Четыре дома без газа. Есть и маленькие дети с садикового возраста, и школьники. В трехэтажках нет горячего водоснабжения. У всех установлены колонки. Жители домов номер 101, 103, 105 и 107 звонили и в газовую службу, и в городскую администрацию, но так и не получили ответа. Ничего не говорят. Сейчас же везде ответчики. Я звоню, молчу. Подождите. Вам осталось 10 дней, то есть 10 минут. Ждала-ждала, так и не дождалась. К ним не дозвонишься. Газопровод починили к концу недели, однако пуск голубого топлива пришлось отложить. Выяснилось, что местные жители не заключали договор с газораспределяющей организацией. Проблема газа оказалась не единственной. Аварийные текущие крыши и сырые подвалы дополняют картину коммунального хаоса. Эти дома пока что не относятся ни к одной управляющей компании. На данный момент квартал находится под непосредственной формой управления. Выбрать организацию крайне необходимо в ближайшие сроки. Иначе данная форма управления останется нереализованной. И во всей администрации города Ульяновска в лице управления ЖКХ будет проводить конкурс на определение временной УК, которая будет содержать, эксплуатировать эти жилые здания. Для того, чтобы наладить быт, местным жителям необходимо обратиться в одну из управляющих компаний города и заключить договор. Стоит также выйти на контакт из газораспределяющей компании. Эти вопросы, увы, не решатся сами собой.